Всем салют! У нас сегодня первый школьный день прошел успешно. Артём, блин, почему твои носки здесь лежат? Нет. Дети уже вернулись, они были в школе всего пару часов. Артёмыч, как прошел твой день? Хорошо. А что хорошо было, расскажи. Ничего, обычно. Обычно. Дело в том, что здесь нет какой-то там особой линейки, там, не знаю, да, в торжественной части. Тупо дети приходят, садятся по классам и начинается, что, урок? Сначала нам расставали много. Сначала новые книжки раздали, что потом было? Что там было? Расписание уроков. И потом на последние два урока. Артём, у тебя горят пульмени, мне кажется. Ты расскажи, что Милана не ходила сегодня. Всем привет. Да, Милана сегодня в школу еще не ходила. Милана идет в школу через день. То есть у них в Германии тут так принято, во всяком случае в нашем городе точно. Что сначала идут в среду, обычно начинается учебный год, все идут в школу, и потом первоклашки идут, смотря в какой школе, в каждой по-разному. Где-то в четверг, где-то в пятницу. Вот наша девчуля идет в пятницу. Хотя, я знаю, завтра тоже много первоклашек идет с наших знакомых. И нам будет выходной брать, наверное, в пятницу. Или пораньше освободиться с работы. Ну, в девять у нас, да. Чтобы пойти на линейку. И вот для первоклашек там будет какая-то там официальная часть ржественная, то есть все это будет. А для остальных, нет, остальные приходят и тупо сразу учатся. Да. Да, ты в трусах? Я в шортах. В шортах. Ты хочешь любого труса? Нет, все нормально. А я что хочу вам показать, смотрите. Я постирала овчину. Что-то мне показалось, что она у нас давно лежит. Надо бы ее освежить. Теперь она похожа на самом деле на овчину. Причем не на самого свежего барана, да? Мееее. Кошмар. Короче, я взяла расческу, буду пытаться... Ну, настоящая. Такая, знаешь, мокрая овца. Мокрая овца. Сейчас, в общем, взяла расческу, буду пытаться ее реанимировать. Мне кажется, она стала хуже, чем была. Вот, смотри, ничего так вроде. Очень мокрая. И прям черные крошки. Бложки, зрели. Бложки, крошки, бложки. А смотри, я уже переживала, думала, боже, испоганила. Мать, Артем готовит свое любимое блюдо. Артем любит пельмешки жареные. Я тоже в детстве любил. И когда-то я Артему показал их, что можно так делать. Стреперам очень нравится. Да? Да. Твоё любимое блюдо? Суши, мы любимое. А, суши, это второе, наверное, да? Да. Саша, сегодня мы не будем торжественно отмечать начало учебного года, потому что не все еще наши дети начали учебный год. А в пятницу мы планируем пойти поесть суши. Так ведь? Ну. Что да? Мы вас тоже приглашаем. На суши. Готовьте, целярчик. Ну, смотри. Нужно лучше. Пока у Саши тихий час, я собралась сходить в магазин продуктовый. Купить домой что-нибудь покушать. Потому что вчера мы не успели, позавчера мы тоже не были. И потом Саша проснется. И надо будет его, наверное, уговорить съездить на дачу. Потому что вчера я до нашей дачи так и не дошла. А нужно же полить хозяйство. Вчера Саша не поливал. Ну и может огурцы у меня там помидорчики поспели. Тоже посмотрим. А еще было бы неплохо прогуляться таки с Миланой все-таки до города. И зайти в обувной магазин. Либо завтра. Но завтра это уже последний момент. Потому что да, ей же нужна сменная обувь для школы. В прошлый раз мы купили ей только кроссовки. И то со скандалом. Дело в том, что она ничего не хочет мерить. Мам, бери и все. Говорит Милана. И, короче, я ее так и не уговорила выбрать тапки. Она дурачилась, бегала по магазину. Ну и сейчас уже хочешь не хочешь, но нужно еще раз выбраться и сделать это. Вот. Планы примерно такие. Не знаю, что из этого мы сделаем. А еще у Саши сломался стул, на котором он сидит, монтирует. Сломалась спинка. И что самое интересное, я все время все чеки из Икеи все складываю, не выбрасываю. У меня есть все чеки. На шкафы, там, я не знаю. Да на все что угодно. На кухню, на нашу. А вот на это кресло найти не могу. Ему, конечно, года три. Но мне кажется, что мы могли бы поменять его на нормальный. Мне кажется, что в Икеи гарантия около 10 лет, если я не ошибаюсь. В общем, так обломно. Теперь нужно покупать новый стул. Не знаю, такой же, либо другой. Он как бы очень удобный, но, как видите, не очень надежный. Правда, и Саша не слишком легкий. Но с другой стороны, 100 килограмм. Что такое 100 килограмм, правда? Вот. У нас такая жара уже, я не знаю, какой день. Реально надоело. Завтра будет чуть полегче, 26. Слава богу. А ты сидишь дома, дома духотени, на улице вообще выходить неохота. Сейчас я иду под деревьями, в тенечке. Здесь так приятненько. Давайте посмотрите, какой красивый старый дом. 1908 года. Мне нравится здесь идти вечером, когда темно, и заглядывать в окна. Ну, потому что там такая старинная атмосфера. Такие потолки лепные. Лепные? Лепнина, короче, на потолке. В принципе, я уже скоро подхожу к Алде. Кстати, у Миланы еще не готов шульту-то. У нас есть пару мелочей, которые мы купили, чтобы ей туда положить. Но в целом нужно еще всяких сладостей докупить. Может быть, какие-то карандаши, еще что-то. То есть, укомплектовать. Как вы помните, конус довольно большой. Поэтому нужно будет постараться. Да. Даже не знаю. Сейчас, может быть, что-то куплю. Потому что со мной все равно. Милана сейчас не пошла. Могу себе позволить стихаря сейчас что-то прикупить. Ну, и там уже завтра докуплю все остальное. В общем, сейчас я вам покажу, что купила. Я купила томаты черри. Две упаковочки. Потом, что еще? Сухари панировочные. Потому что у меня есть куриное филе. И я хочу сделать по Алене на моему рецепту чикен наггетс. Алена, по-моему, не снимала этот рецепт. Кстати, сними. Очень вкусные чикен наггетсы у тебя получились. Купила спаржу. Рыбки. Две упаковочки. То есть, у меня не было вкусных апельсинов. Были мелкие-мелкие. Вот, колбаску на бутербродики. Что еще? Молочко. Две пачечки. Молоко у нас должно быть всегда. Потому что пьется очень активно. И что еще у меня тут? Паприка. Огурец. И зубная детская паста. А, огурец. Вот. Огурец. И сигнал. Все. Это все, что я купила. В общем-то, Саша не подписался идти с нами. Ехать с нами на дачу. И мы решили с Миланой сходить все-таки. И выбрать ей, наконец-то, эти тапки. Это неизбежно. Их купить нужно. Так что мы идем. Небо затянуло. На улице душно. Но как бы мы под дождь не попали, Милан. Что? Ага. И с нами Артем подписался идти. Где Артем? Смотри. Здесь. На меня идут. Здесь должен быть. Нет, на меня сюда капнуло. Тоже капнуло? Вон Артем, смотри. С гаража выезжает. Он на меня капнул. И еще капает. На меня тоже капает. Я так чувствую. Мы сейчас здорово попадем. Пошли быстрее, пока дождь не идет. С мамой тирот чумазый. Какие будем покупать? Тапочки? Какого цвета? Розовые. Конечно же розовые. Вот, смотри, Милан, розовые. Даже как для балерины есть. И с единорогом. Видишь? Ну, нравится какие-то? Какие? Там муха сдохла внутри. Ну, какие? Бери и мерить будем. Тоже чуть-чуть большие? Или нормальные? Дай ножку. Встань-ка. Дело в том, что если взять столько, которые как раз, они через полгода даже меньше будут уже маленькие. Нужно взять, чтобы и не слишком большие, но и не совсем впритык. Ну-ка, походи, побегай. Удобные? Видишь, нам надо стегнуть. Растегивается, да. Значит, неудобно, да? Надо искать что-то другое. Милана вот здесь нашла сама себе тапки. Вот такие, говорит. Ну, блин. Ну, как вариант может быть? Какой ты размер мерила? Ну, это слишком, Милан, мягенькие, я думаю, для школы не годятся. Там даже подошва мягкая. А здесь подошва резиновая. Да, но не как дома в тапках. Так, какой ты размер мерила? Тридцать второй. Милан, эти тебе как раз были? Да. Дать вторую? Померяешь оба? Да. Тридцать два. На, меряй. Может, померяем на размерчик больше? Нет. Хотя, когда буду сваливать, наверное. Ладно. Пока очень даже хорошо. Но как долго их хватит, я не знаю. Что здесь красная? Красная кожа у мамы. Мама сгорела. Что, берем такие, Милан? Да. Нравятся? Удобно? Да. Ну и отлично. Что еще надо? Главное, чтобы нравилось и было удобно, да? Только цену я не могу на них найти. Здесь написано 19,95. Хотя на многих стоит цена 12. А вот эти 19. А эти бесценные. И, кстати, по-моему, тридцать второй это последнее. Нам повезло, Милан. Реально они где? А, нет, вот есть. 12,95 они стоят. Отлично. Берем. Снимай. Смотрите, уже елочные игрушки продаются. Какие классные. Смотри, картошка фри, бургер. Вы зачем? Лето заканчивает, и скоро Новый год. Нет. Посмотрите. Вот это классно. О, Боже. Хот-дог, смотри. Смотри, вот это миленькая. Миленькая. Сова, да? А вот, смотри, кусок пиццы. Смотри, собачка. Собачка. О, Донат, смотри. Да. Вернулись мы уже домой, купили все, что хотели. Смотрите, купили вот такое средство. Артема чистить кроссовки. Не знаю, получится, не получится. Типа такой был, да? Покажи, какой становится. Вот такой становится. Но пока не сильно разница ощущается. Три-три, сынок, три. Хотел белые три. Дело в том, что мы их как-то уже соду с лимонной кислотой еще с чем-то смешивали, мыли. Они стали чуть-чуть лучше, но не глобально. В стиралку их нельзя из-за этих вот воздушных подушек. Туда наберется тогда вода. Смотри. Нормально? Нормально было бы, если они были бы другого цвета. А я нормально же теперь. Ну, не нормально. Сбоку никто не смотрит. В общем, так проходит наш нескучный вечер. Дети, в принципе, остальные уже спят, а Артем пока трет. Я сейчас дождусь, пока он трет. Отправлю его спать и пойду уже мыться. Так что желаю всем спокойной ночи. И если ваш день не заканчивается, тогда отличного продолжения дня. Ставим все лайки. И увидимся с вами завтра. Всем пока.